здравствуйте дорогие стрельцы это расклад на месяц на декабрь да это немножко другой расклад на месяц сегодня мы с вами делаем расклад на таро языческих кошек и используем карты из эротического оракула лауртуан начнем с дома и семьи здесь вас колесо фортуны с девяткой кубков очень хорошие карты просто очень хорошие юпитер как планета подарков а он бывает разным юпитер иногда он дарит подарки в хорошем смысле этого слова но юпитер старается дать нам что-то чтобы мы развивались иногда это может быть к сожалению пинок под зад хороший тоже то есть подарок в понятиях высших сил он он бывает своеобразный но здесь с этой девяткой кубков можно с уверенностью сказать что вам как раз подарят нечто что сделает вас счастливым и довольным это исполнит либо ваше желание она может быть маленькая но будет быть огромное либо желание я но то что это вас сделает вот как вот этот котик на лизавшийся сливок довольный вот вы будете тоже очень довольны этим подарком то есть удача что касается дома семьи просто на вашей стороне однозначно юпитер вас осчастливит это может быть подарок в буквальном смысле имеется коробочка с бантиком это может быть подарок другого характера но то что вы будете и этим довольны это точно в любви отношениях мощнейшие огненные энергии башня и сила во первых это старшие арканы астрологическое соответствие марс который бывает очень активный огненный даже воинственный и силы астрологическое соответствие лев это тоже такое огонь мощнейший в общем тут чтобы не вдаваться в подробности здесь в общем здесь темперамент причем он такой что у кого-то это может быть невероятная ревность у кого-то это может быть невероятное не знаю желание имеется эту страсть к партнеру но то что это потому что что такое страсть это же всегда мощное такое вот внутреннее почти животное желание и там где страсть там могут быть страсти мордасти в том числе поэтому какие-то подробности может быть крах доверия тоже такое может быть может быть но я вот еще например в этих картах вижу в башне башне всегда что-то должно быть убрано плохое злое ненужное вредное построенное на не на том фундаменте да или должно быть изменено свои собственные внутренние кагец как какие-то рамки должны быть расширены понимание чего-то например и это оздоровит ваши отношения ну вот я бы это даже так больше сказала что даже вот если вы например свободный стрелец я бы сказала что должно быть что-то изменено в вашем восприятии и это сделает вас более привлекательным более желанным более интересным и более сильным человеком для людей кто в отношениях должно быть что-то перее скажем так ну не будем говорить снесено это не значит что отношения должны быть разрушены но обычно мы взрослые люди обычно понимают что у них где-то извините не совсем правильно и вот это должно быть убрано потому что впоследствии когда то есть когда появляется старший аркан который говорит что эта энергия имеет место быть оно все равно потом ну например допустим вот я стрелец например я я просто например говорю чтобы никого не обижать мне например муж любовник и вот это вот продолжается маята какое-то время и выходит аркан башни либо я сама как говорится определяюсь уже конкретно конкретизирую ну потому что это неправильное отношение я убираю что-то оставляю одно и это оздоравливает всю ситуацию если я это не делаю то через какое-то время высшие силы помогут мне как говорится но мне это может не понравится потому что в самый неподходящий момент этот сарайчик который мне предлагалось немножечко подремонтировать подкорректировать разобрать собрать заново укрепить стенки он рухнет в самый неподходящий момент когда я утром буду выходить уже к калитке пошла а там сарай и на все это добро на свернутые ковры он рухнул то есть ну понимаете о чем я все взрослые люди все понимают то есть должно быть что-то убрано а может быть оно и будет убрано и это оздоровит все отношения в эротическом оракуле не забывайте что речь может идти не только о любовных отношениях. Здесь у нас любовь, отношения с людьми, которые нам дороги, и наши в том числе и эмоциональные. Всё, что имеет отношение к нашей любовно-эмоциональной сфере и общению близкому с людьми. Из эротического оракула Лауры Туан в этот раз я беру две карты для мужчин и для женщин, потому что, конечно, мы все люди, но мы всё равно немножечко по-разному в силу наших социального, нашего предназначения, мужчина – добытчик, охотник, как бы глава семьи женщина, это мать, хозяйка, хранительница очага. То есть у нас социальные задачи разные, поэтому мы немножечко по-разному воспринимаем некоторые вещи и мыслим. Для мужчин из оракула Лауры Туан вышла карта доминирования. Ну, как видите, да, эта дамочка оседлала эту рыбку, то есть она сверху, соответственно, она старается, то есть мужчины, стрельцы, будут стараться доминировать, проявлять свою власть, может быть, даже желание будет возникать подавлять партнёршу, не знаю, как бы подчинить её себе, что ли. Это не значит, что в плохом смысле, или что это будет физически делаться, схватил за горло, там, иди сюда, там, не обязательно совершенно, но может быть по-разному. Если вот такое внутри кипит, там непредсказуемо, как это может вылиться вместе с вот этой картой, может быть, желание, чтобы никуда не ходи, вплоть до того, даже не работай, сиди дома, я буду тебя содержать, только никуда не ходи, почему-то так оделась, глазки кому-то обсудила, почему на два часа опоздала. В общем, вот это вот желание её в клеточку, даже согласен изумрудами и бриллиантами, инкрустировать эту золотую клетку, лишь бы сидела в ней. Но это может быть всё просто на внутреннем плане, чисто желание. Но желание доминировать, желание обладать, желание её, как говорится, ну, вот, пусть здесь будет. У женщин-стрельцов карта объятия. Немножечко похожая энергия, но не такая, скажем, ну, агрессивная, что ли, как у мужчин. У женщин-стрельцов это может быть такая, знаете, как потребность в партнёре, вот, чтобы он был рядом, обнять, прижать, не отпускать, желание быть вместе с ним постоянно, так трудно, вот, не знаю, расставаться, если для тех, кто встречается, да, то есть расстались, надо же, на работу идти и так далее. И вот этот вот, боже мой, день тянется, как целая вечность. Может быть, даже страх потерять партнёра. То есть тоже вот такое желание обнять, но не в агрессивно, не доминировать, а просто прижаться и не отпускать. Вот какое. А страх потерять, он может возникнуть, по разным причинам, он может не иметь под собой никакой почвы, а может и иметь. Может быть, даже просто когда, вот знаете, мы же, что имеем, редко ценим, да, а потом, когда вдруг, например, вдруг там раз человек заболел, да, и мы сразу, боже, как я без него буду там или без неё. Нет, без него, потому что мы говорим о женщинах. Мы говорим о женщинах. То есть вот это такой вот страстный, насыщенный месяц в плане отношений, эмоций. Работа. Работа, десяточка кубков и восьмёрка кубков. Ну, десяточка кубков такая, видите, расслабленная. Давайте так, для тех, кто не работает, например. Вот человек не работает, всё у него хорошо, у него спокойная, в принципе, жизнь довольная, ну, нет стрессов, я имею в виду рабочих и так далее, но человек хочет найти работу, то есть он в поисках находится, он ищет, потому что сидеть хорошо, но стрельцы обычно не любят, стрельцы любят всё-таки общение, движение, такие стремительные, целеустремлённые, поэтому для тех, кто не работает, как бы всё равно ищите, не нравится сидеть, хоть здесь всё прекрасно, конечно, но вот хочется всё-таки в люди пойти. Для тех, кто работает, десятка кубков – это, понимаете, какое-то всё равно у нас своего рода потолок, то есть это может быть как завершение чего-то большого, ну, как в рамках года, вот всё равно порой итоги года подводят, да, особенно у кого свой бизнес, кто работает на себя, у кого хобби – это дело то, которое приносит деньги, в любом случае всё равно какие-то итоги подводятся, что-то завершается, что-то резюмируется. Это завершение, потому что здесь десятка кубков, она очень наполненная карта, положительно наполненная, то есть очень хорошо всё было сделано, и, может быть, вы себе к концу декабря позволяете расслабиться, отдохнуть, типа отойду-ка я отдел на неделю, да, пойду ёлку наряжать, подарками заниматься и прочее. То есть для работающих стрельцов, кто в компании работает, это может, потому что восьмёрка кубков – карта ухода. Ухода в смысле как? И увольнение в том числе. Если вас не уходят, если вы сами, например, вдруг, ой, ну, тут, конечно, коллектив хороший, та-та-та, ну, мало платят, например, да, хочу пойти, то есть подыскиваю что-то новое, потому что хочется, чтобы там зарплата была повыше, ещё что-то, тогда послушайте совет с антисоветом на всякий случай, потому что, наверное, это не самое мудрое, делать это в декабре. Ну и говорю, может быть, просто, что, может быть, действительно, многие стрельцы просто решат, был насыщенный период и хочется отдохнуть, может быть, просто действительно решите взять немножко отдыха чуть пораньше, то есть не как обычно там, когда у нас выходные 30-го, а то порой 31 декабря дочитаются, только люди выходят на отдых, может быть, вы решите немножко, несколько дней взять, чтобы отдохнуть. То есть, понимаете как, даже может быть просто насыщенный, удачный год и немножко уже всё это подутомило, такое немножко нерабочее настроение. А также можете что-то поменять, то есть перед тем, как уходить на новогодние праздники, можете что-то поменять на рабочем месте. Ну как, например, вот эта полка, она тут завалена, я хочу здесь разобраться и так далее. То есть, можете просто какие-то вещи ненужные повыбрасывать. В финансах выглядит симпатично королева кубков и верховный жрец. Вы будете заботиться о ком-то, может быть, покупать подарки. Королева кубков, она очень такая, персонаж волнующийся, хотя в принципе, не бедно живущий, но постоянно испытывающий какие-то, то есть, эмоции по поводу финансов, затрат, заботиться, постоянно о чём-то заботиться, заботиться, заботиться. И карта жреца тоже такой, как покровительство. То есть, возможно, вы постоянно стараетесь о ком-то заботиться. Для кого-то это родители, для кого-то это дети, для кого-то это племяшечки, у всех по-разному. Но по ощущениям, потому что энергетика обеих карт очень позитивная, и для меня это нормальная финансовая ситуация. То есть, нет никаких ни потрясений, ни нищенства здесь нет в этих картах. То есть, я думаю, что вы будете финансовой своей ситуации вполне довольны. Совет карт. Четвёрка кубков. Быть более расслабленным. Посмотреть на то, что вы имеете. Не просто посмотреть, а кинуть взглядом, «ээ, какая!» не так, а вот именно посмотреть, что у меня есть. И найти в этом ценность, увидеть в этом ценность. Вот ваша задача. И эмоционально всё-таки здесь больше расслабленности, как совет. Увидьте то, что вы имеете. Увидьте ценность в детях, не знаю, в жилище своём, в работе своей. Если вам вдруг, например, захотелось, типа, что-то здесь вот, конечно, ничего, но хочется чего-то новенького. Наверное, в этом месяце это не самое правильное. То же самое, как в отношениях, если что-то такое. То есть, антисовет. Восьмёрка жезлов. Это как раз карта суеты, спешки, динамики, активности. Не строчите смски, хочется сказать, по этому антисовету. Не забрасывайте сообщениями. Не делайте скоропалительных выводов и действий. Вот какой антисовет. Больше расслабленности, больше надо присмотреться к тому, что у вас есть, и оценить это по достоинству. Правильно это оценить. То есть, будьте, не знаю, правда, чуть по... Вот так как этот котик раскинулся под этим цветущим деревом, постарайтесь так же расслабиться, окинуть всё взглядом и увидеть то ценное, что имеете. Не суетитесь, не спешите, не... Правда, не спешите ни с выводами, ни с действиями в декабре. Так что, во-первых, у вас стрельцы, дорогие, будут дни рождения, поэтому я всех поздравляю с прошедшими, с сегодняшним, если у кого-то сегодня. С наступающими у нас не поздравляют, но мы русские, видимо, пессимисты, типа дожить бы, да. Но я уверена, что всё у всех будет замечательно. Я желаю вам прекрасных дней рождений и с наступающим Новым годом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин